Этнический узбек Абдурасул живёт в киргизском городе Ош. Недавно вернулся из России, был на заработках. Говорит, пока его не было, жена, сын и двое дочерей поехали в Сирию. Потом кто-то позвонил с неопределённого номера и сказал, что сын стал шахидом. Это слово буквально означает «верующего, принявшего мученическую смерть». Однако в последнее время этот термин всё чаще употребляют в отношении террористов-смертников. И этот случай не уникальный. По данным ООН, этнические узбеки активно пополняют ряды радикальных группировок в Сирии, Афганистане и Пакистане. 19-летний сын этой узбечки также из Оши сначала поехал на стройку в Россию. Но в марте 2015-го он позвонил ей и сообщил, что находится в Сирии. «Однажды мне позвонил молодой человек. Он уточнил, я ли мать Нурмухаммада. Я сказала «да». Тогда молодой человек сказал, что мой сын погиб смертью мученика, что его убили». Ош расположен в густонаселённой долине Фергана, которая разделяет Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Эту местность считают сердцем радикального исламистского сопротивления в Центральной Азии. Как предполагается, число узбеков в радикальных группировках исчисляется тысячами. Они берут в руки оружие, поскольку считают власти Узбекистана тиранами, объявившими себя фальшивым богом. Их цель – укреплять джихад, пока за пределами родной страны. Бессменный лидер Узбекистана Ислам Каримов на прошлой неделе скончался в результате инсульта. Как сообщается, он использовал жёсткие методы и весь масштабный аппарат госбезопасности для подавления боевиков. Новому лидеру придётся продолжить непростое противостояние. Однако в свете политической неопределённости в стране и отсутствии явного фаворита на место лидера, ситуация может обостриться. Узбекские боевики обычно не занимают в международных группировках высоких чинов. Они выполняют роль рядовых солдат и нередко осуществляют теракты в качестве смертников. В прошлом году чиновники безопасности Оша задержали несколько человек по обвинению в участии в боях в Сирии на стороне радикальных группировок. В этом году было идентифицировано 16 граждан, которые отправились в Сирию. Ещё пять человек были задержаны при попытке выехать из Кыргызстана.